Впервые в источниках об Игнатьево упоминается в 1558 году в эпоху Ивана Грозного. Это была родовая вотчина Елизаровых, ветви старомосковского боярского рода Добрынских, служивших в начале 16 века князю Юрию Ивановичу. Эта деревушка находилась на перекрестке важнейших дорог. Более двух с половиной месяцев в 2015 году Институт археологии проводил в этом месте охранные раскопки. От раскопа не ожидалось ничего сенсационного, но копателям удалось обнаружить неожиданные находки. На поверхности материка были выявлены различные ямы, в том числе две больших ямы от жилых построек. По сути это погреба, подвальная часть с рубных конструкций, которые нам надо было полностью выбрать. То есть мы выбирали все ямы, маленькие и большие. И вот в ходе расчистки второй большой ямы был обнаружен кладовый комплекс, который включал в себя, помимо прочих хозяйственно-бытовых предметов, еще и два шлема 16 века. Игнатьевский раскоп выдал искателям охотничьи стрелы, литые пули, рыболовные грузилы и два, по предположению, копателей, инкрустированных шлема. Это первая сенсационная находка на территории Подмосковья. Шлем – вещь дорогая. Он передавался из поколения в поколение, от отца к сыну, от сражения к сражению. На картине, изображающей битву под Оршей, в 1514 году все русские воины, за исключением командиров, показаны только в таких шлемах. После 1550 года шлемы, описанные формой, вышли из употребления, но сохранились в оружейных хранилищах, городов и монастырей. По дошедшим до нас письменным документам, мы знаем о том, что в конце 17-го, начале 18-го века этими землями владели трое боярских детей. Это обрусевшие татары на службе московского царя. И вот, вероятно, двор, который мы раскопали, вот эти вот сельскохозяйственные постройки, они принадлежали кому-то вот из этих боярских детей. Это служилое сословие, поэтому находка шлемов здесь, ну скажем так, не из ряда вон выходящая, потому что это были люди, которые были вооружены сами, а также вооружали небольшой отряд, который в случае войны выдвигался ими на помощь московскому царю. Шлемы и Игнатиевский кладовой комплекс были переданы в Государственный исторический музей для детального изучения и реставрации. Местные жители и участники археологической экспедиции хотят, чтобы найденные реликвии в Подмосковье остались в Большевиземском или Занегородском музеях.